Мы проверили паспорта и отдали нам паспорта. Не-не-не, я не... Девушка. На каком основании? И еще одна. Акция участников проекта «Следуй» против системы распознавания лиц завершилась на стадии подготовки. Полицейские задержали четырех активистов, которые наносили друг другу грим возле администрации президента. Полицейские посчитали это действие политической акцией. Вы везде систему распознавания лиц, а людей не спросили, не было никакого общественного обсуждения. Вот, собственно, для того, чтобы вы потом каких-то активистов в том числе вылавливали по политическим мотивам и людей сажали в тюрьму. Все понятно. Значит, у вас акция носит политический характер. Изначально активисты собирались раскрасить свои лица так, чтобы усложнить камерам распознавание их лиц и пройтись в таком виде по улицам Китай-города. Этим художники из движения «Следуй» хотели выразить свой протест против того, чтобы власти следили за активистами. Все, кто занимаются, не знаю, политическим искусством, как мы, или активизмом, за ними довольно давно следят. И мы, как люди из определенного сообщества, понимаем, что история про камеры, история про камеры общественного мести, это как бы для нас не новая вещь, но опять-таки это про какую-то тотальную слежку. По словам активистов, систему распознавания лиц в России ввели без согласия граждан, а также никто не объяснил, для чего эту технологию будут использовать. Камера видеонаблюдения не нужна никакого специального судебного разрешения, просто чтобы опознать человека в любой точке города. Мы не понимаем, кто имеет доступ к этим данным, мы не понимаем, какими алгоритмами это весь процесс происходит. Все внедрение было проведено без какого-либо общественного обсуждения. Не надо, не надо там делать, я имею право. На какого вы имеете право? Имею право. Вы меня же снимаете, я вас имею право снимать. Фото? В смысле нет, я вас на свой телефон не снимаю. На каком основании это для чего? А я могу вас снимать на свой телефон. Что вы слушаете? По словам эксперта из общественной организации Роскомсвобода, работа системы распознавания лиц опасна для персональных данных россиян, потому что в стране нет никаких законов, которые регламентируют деятельность подобных технологий. Россия уже давно признана страной с нетаргетированной слежкой. Если раньше мы знали, что за нами следят в онлайне, и последние законы были приняты, в том числе пакет яровой, для именно массового отслеживания поведения и действий пользователей, то теперь аналогично происходит и в оффлайне. Власти хотят знать, куда ходят люди, как они ходят, по каким маршрутам они передвигаются. Конечно, вся эта информация может быть использована против них, и не только в рамках уголовных и административных дел, но также в рамках гражданской активности и проведения мирных гражданских протестов. На задержанных у администрации президента активистов составили протоколы по статье о проведении несогласованной акции. Артем Радыгин, Андрей Голубев, Радио Свобода, Москва.